Всем привет! Английская лига не дает нам скучать. Сегодня во вторник стартовал уже 20-й тур. Посмотрим сыгранные результаты к этой минуте, таблицу расписания и голеадоров. Начинаем с матча Туттенхэма и Саутгемптона. Здесь блистал Гарри Кейн, у него хит-трик, а его клуб выиграл 5-2. Кейн в чемпионате с января забил уже 39 мячей и установил рекорд по количеству голов за один календарный год. Алан Ширер, который был предыдущим рекордсменом за 1995 год, забил на 3 меньше, то есть 36 мячей. Кроме того, Кейн первый, кому удалось забить 6 хит-триков за один год в премьер-лиге. Напомню, что в прошлой игре с Бёрли он также забил трижды, а у Саутгемптона безвыигрышная серия равна уже 7 матчам. Вестхэм вновь теряет очки, пропустив на третьей компенсированной минуте и сыграв с Бормутом 3-3, который с учетом кубка 9 матчей не может выиграть, а Вестхэм уже 3 матча не может выиграть. Челси, потеряв очки в прошлом туре с Эвертоном, больше этого делать не хочет, обыграв новичка премьер-лиги Брайтон 2-0. Челси переграла Брайтон по всем статьям, и по владению мячом, и по количеству передач, и по ударам, и конечно же по счету. Хаддерсфилд Стоксити. Уже на 10 минуте хозяева вышли вперед в этой игре, но в итоге 1-1. Оба клуба, напомню, в прошлом туре взяли очки, а Эмью вновь теряет очки, на этот раз с Бёрли 2-2. Эту игру я назвал центральной, так как Эмью идет на втором месте, а Бёрли на седьмом. В этом матче Манчестер отыгрался после 0-2, дубль сделал Лингард. Напомню, что в прошлом туре клуб также сыграл 2-2 с Лестером. Это уже шестая игра для команды Мауринио за последние 16 дней. Тренер об этом ранее намекал. И теперь Манчестеру нужно не так угнаться за Сити, как удержаться на втором месте, ведь вплотную подошел уже Челси. Лестер на этот раз уступил Уотфорду на выезде 2-1. У Лестера уже четырехматчевая безвыигрышная серия. А вот Уотфорд свою безвыигрышную серию прервал, выиграв впервые за 7 туров. Лестер в следующей игре сыграет с Ливерпулем. Весбронвич сыграл с Эвертоном 0-0 и продлил свою длительную безвыигрышную серию. Я в каждом же выпуске повторяю, что клуб выигрывал последний раз во втором туре, а сейчас уже 20-й. А вот у Эвертона все хорошо. Команда за 8 игр никому еще ни разу не уступила. И Ливерпуль камня на камень не оставил от аутсайдера. Суанси 5-0 дубль сделал Фермина. В двух мячах ассистировал Салах. Ливерпуль последний раз уступал в чемпионате еще 2 месяца назад Тоттенхэму. Последний раз клубы играли в январе, и тогда Суанси выиграла 2-3. Манчестер Сити, зная, что опять потерял очки Юнайтед, завтра играет с Ньюкаслом. А Арсенал также на выезде сыграет с Кристал Пелесом. Эти результаты также будут на нашем канале. Ну что ж, смотрим расписание Галеодоров, а потом и таблицу. Следующий тур пройдет 30 и 31 декабря. Бормут сыграет с Эвертоном, Ливерпуль, Лестер, Ньюкасл, Брайтон. Уотфорд примет Суанси, Ходерсфилд Бёрли, Челси Сток, Манчестер Юнайтед Сауд Гемптон, Кристал Пелес Манчестер Сити и Вест Бронович Арсенал. Итак, что там у нас среди лучших Галеодошиков? У Кена забито 18 мячей, у Салаха 15, у Огуэра и Стерлинга по 12. Но они еще завтра могут улучшить свои показатели. У Лука, Кумарата и Руни по 10. На этом слайде у Манчестера Сити 4 представителя, а у Ливерпуля 3. Итак, у Манчестера Сити 55 очков, у Юнайтед 43. На 1 очко отстает Челси, на 4 месте Ливерпуль 38, Тоттенхэм временно побыв на 4 месте опустился на 5, 37. 6-й Арсенал 34, 7-й Бёрли 33. Ну и далее идут Лестер, Эвертон и Уотфорд. А вот первая тройка снизу выглядит следующим образом. У Бормута 17 очков, у Восборнича 15 и у Суанси 13. Смотрите также последние новости из мира футбола. Там будет, кстати, и про английский чемпионат. На этом пока что всё, спасибо за просмотр, пока! Субтитры создавал DimaTorzok